Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 19 июля 2024 года, пятница, лучший день недели для работающей, учащейся, молодёжи учащейся, для работающей публики. Завтра суббота, послезавтра воскресенье, лето, тепло, река, море, лес, пикник и так далее, поляна. Ну а я, доктор Джордж Горбатов, несмотря на жару, без всякой поляны, без всякого моря, без всякой реки. Вот, завершаю сейчас, вот сейчас хочу завершить вам чтение работы профессора психиатрии Дербского университета, Юрьевского, Дербского, сегодня бы его назвали Тарту, Тартунского или Тартинского университета, Владимира Фёдоровича Чужа. Произведение называется «Тургенев как психопатолог». Работа размещена в журнале «Вопросы философии и психологии», книга 50-я, Москва, 1899 год. Последняя глава этой работы, собственно говоря, это итог, итог, заключение, седьмая глава и итог, заключение, значит, которое делает профессор Чиж, вот, значит, анализу произведений Тургенева. Итак, анализ произведений Тургенев приводит нас к заключению, что патологические и психические явления играют сравнительно небольшую роль в той картине, которую он нарисовал. Только в последние годы жизни он обратил внимание на эти явления, оценил их важное значение. Ранее он не обращал внимания на патологические уклонения душевной жизни, они его просто не интересовали. Тургенев дал нам относительно немного описаний патологических проявлений души, но эти описания поражают своей точностью. Ничего выдуманного, вычитанного мы в этих описаниях не находим. Сухой горло сухое. Эти необычайно верные изображения действительно можно рекомендовать для изучения всем интересующимся душевными болезнями. Меобиус, хотя и приходит к заключению, что Гетте неверно изображал патологические и душевные явления, тем не менее указывает, как и когда Гетте мог ознакомиться с этими явлениями. Я не могу последовать примеру Меобиуса. Меобиус – это немецкий невролог, психиатр берлинский. Девятнадцатого столетия. Я не могу последовать примеру Меобиуса, потому что у нас нет полной биографии Тургенева. Нам неизвестна жизнь Тургенева настолько подробно, чтобы определить, как и когда Тургенев наблюдал душевно больных, изучал ли он душевные болезни, интересовался ли медициной вообще. Было бы весьма интересно знать, где, когда и как Тургенев наблюдал душевно больных. Для меня несомненно, это для чужая, что он наблюдал те патологические явления, которые он описал. Нельзя верно изобразить то, чего он не наблюдал. Но для определения степени гениальности автора весьма важно знать, много ли он наблюдал или только видел мельком. Понятно, чем меньше наблюдал Тургенев то, что он изобразил, тем более мы должны удивляться его гениальности. Потому что для такого точного описания патологических явлений, какое нам дал Тургенев, и привычным наблюдателям необходимо многолетнее изучение душевной болезни. Насколько нам известно, Тургенев не интересовался психиатрией. К такому заключению меня приводит казнь Тропмана. В кавычках это книга или рассказ. Если бы Тургенев интересовался вопросами психопатологии, он бы обратил внимание на аномалии этого врожденного преступника. Тургеневу казались странными рассуждения адвоката, старавшегося доказать, что Тропман – ненормальный человек. Между тем, этот адвокат по существу был прав. Я думаю, что Тургенев не читал сочинения по психиатрии. Если же и читал случайно кое-что, то без интереса и невнимательно. Теоретических сведений его по психиатрии в его произведениях не видно. Сомневаюсь так же, чтобы Тургенев много и основательно беседовал с психиатрами о душевных болезнях и посещал заведения для душевно больных. В числе его близких друзей ни в России, ни в Германии, ни во Франции, сколько известно, не было ни одного психиатра. По моему мнению, такое отсутствие теоретических сведений по психиатрии Тургенева дало ему возможность всецело доверяться только собственным наблюдениям, не подгонять добытые собственным наблюдением факты по теории того или другого ученого. Изображение такого великого наблюдателя имеет громадную ценность, именно поскольку материал для них собран личными наблюдениями самого автора. То, что он видел, имеет большую ценность, потому что он видел только то, что есть в действительности. Его свидетельству мы должны доверять больше, чем сообщениям обыкновенных наблюдателей. Кстати, правильно пишет. Нет ничего труднее, как точно наблюдать. И поэтому наблюдения лиц, одаренных большой наблюдательностью, особенно драгоценны. Только такие наблюдения заслуживают названия «человеческих документов», в кавычках, потому что они действительно точные наблюдения. Тургенев, как великий наблюдатель, должен был ограничиться собственными наблюдениями. Ему не нужны были сомнительные документы, которые и так нужны для Золя, и которые Золя почему-то называет человеческими. Было бы странно, если бы Тургенев при его громадной наблюдательности для своих произведений пользовался бы сомнительными документами, как это делал Золя, Тургенев мог сам собрать весь материал, поле для наблюдений бесконечно. Нужно только уметь наблюдать. Какую цену могут иметь изображения, материалом для которых послужили сведения из старых рук, например, даже солидные ученые сочинения «Вопросительный знак», «Произведение билетриста, черпающего материалы из книг, имеет ценность постольку, поскольку сочинения им изучены и верны, и поскольку он их понял, уже не говоря о том, что такие произведения не могут быть хороши в художественном отношении. Для билетриста крайне опасно вместо собственных наблюдений пользоваться учеными сочинениями, уже потому, что, как вполне верно сказал Бенедикт, я считаю классической современную книгу, если в ней только 60% ошибок и 40% истины». Конец цитаты. Можно себе представить, сколько ошибок должно быть в произведениях билетристов, пользующихся не только классическими, в кавычках, книгами, и как поэтому цены изображения художника списаны им самим с природы. Я думаю, что Тургенев для своих изображений патологических душевных явлений пользовался только собственными наблюдениями, потому что эти изображения не похожи на будто бы точное описание душевных больных, произведения второстепенных романистов, черпающих свой материал в учебниках. Золя доказал, что нельзя изображать природу, пользуясь место собственных наблюдений, документами, и кто сам наблюдал преступников, тот согласится с Ламбразо, сказавшим о бете-гумании. Цитата. Золя не наблюдатель сам преступников. Золя не наблюдатель сам преступников. Преступники в бете-гумании, мне кажется, фотографиями, снятыми с портретов, написанных масляными красками. Конец цитаты. Понятно, что эти фотографии, поскольку верно изображают природу, поскольку картины написаны верно, да и какая надобность фотография, если есть уже портреты. Для специалиста, изучавшего не только портреты, но и самую природу, фотографии Золя, а тем более фотографии менее его талантливых билетристов не имеют никакого значения. Они специалистов, они могут ввести в заблуждение ввиду их неясности и неточности портретов. По сравнению с такими фотографиями изображение Тургенева, одаренного великой наблюдательностью и наблюдавшего то, что он описал, имеет громадную ценность для специалиста и для неспециалиста. Первый может проверить свои собственные и других исследователей сведения. Второй может учиться по точным и прекрасным описаниям Тургенева. Анализы и проверки психиатра доступно сравнительно немногое в произведениях Тургенева. Только в пяти рассказах психиатр находит изображение тех явлений, которые изучены психиатрией, которые можно проверить на основании научных сведений. Поэтому психиатр не может много способствовать разъяснению произведений Тургенева. В этом отношении разбор произведений Достоевского, сделанный мною 15 лет тому назад. Ссылка Достоевский как психопатолог. Русский вестник, 1884 год. Отдельное издание Москва, 1885 год. Владимир Федорович Чииш. В этом отношении разбор произведений Достоевского, сделанный мною 15 лет тому назад, имел другое значение. Произведения Достоевского не могут быть поняты без объяснения патологических душевных явлений, в них описанных. А произведения Ктургенева, лишь некоторые рассказы, нуждаются в специальном объяснении со стороны психиатра. Настоящий очерк, поэтому имеет другую цель, чем выше названная моя работа о Достоевском. В этом очерке я имел более ограниченную задачу проверить данными психиатрии некоторые рассказы Тургенева с целью установить, насколько верно изображал патологические душевные явления наш великий реалист. Такая проверка могла привести к одному из следующих четырех выводов. Или автор дал нам место изображений, действительности, образы, фантазии, или он дал нам верные описания патологических душевных явлений на основании изучения сочинений по психопатологии, или он верно описал эти явления, изучив их путем личного наблюдения, или же, наконец, его изображения патологических душевных явлений верны отчасти, но содержат и ошибки. Очевидно, что такая проверка имеет большое значение для общей оценки всех произведений Тургенева. В самом деле, если бы проверка этих изображений привела к последнему из перечисленных выводов, мы имели бы право утверждать, если описания патологических душевных явлений верны лишь отчасти, то нельзя доверять и всем другим произведениям Тургенева, если он, несмотря на стремление к реализму не совсем верно, изображал патологические душевные явления, то и нормальные явления душевной жизни в его произведениях изображены не совсем верно. Если бы пришлось прийти к выводу, что Тургенев верно изображал патологические душевные явления, потому что пользовался хорошими сочинениями по психиатрии, мы бы не могли вполне доверять Тургеневу. Точность его описания, значит, зависела бы от того, какими сочинениями он пользовался. А так как совершенно безошибочных сочинений нет, то и в произведениях Тургенева должны были бы быть ошибки. К счастью, не только нет оснований предполагать, что Тургенев списывал из учебников, но мы нашли доказательства того, что даже в чисто специальных вопросах Тургенев опередил науку. Вывод. Состоящий в том, что и для изображения патологических душевных явлений Тургенев прибегал к фантазии, что вместо изображения действительности он нам дал образы фантазии, не имел бы значения для оценки всех произведений Тургенева. Мебиос пришел к такому заключению после разбора произведений Гёте. Но это не мешает нам поклоняться гению Гёте. Тургенев, так же, как и Гёте, мог черпать материалы для своих произведений и в собственной фантазии, и в собственных наблюдениях. Он мог изображать нормальные психические явления и прибегать к помощи фантазии в области ему неизвестной. Наибольшее значение имеет тот вывод, которому привела меня изучение Тургенева. Если Тургенев с неподражаемой точностью изображал ненормальные психические явления, мы должны вполне полагаться на верность всех образов во всех его произведениях. Если Тургенев так верно изобразил малые ему интересные, непонятные ему психопатические проявления душевной жизни, то бесспорно, что изображения нормальных психических явлений не менее точны. Я вполне понимаю, что произведения Тургенева уже оценены по достоинству, что не было сомнений в полной правдивости нашего великого писателя. Но еще одно доказательство удивительной точности произведения Тургенева должно увеличить наше уважение к этому правдивому художнику. По крайней мере, я считал своим долгом долгом русского психиатра указать на полную правдивость и удивительную точность описаний патологических душевных явлений произведения Тургенева. Владимир Федорович Чиж. Ну вот, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение произведения профессора Чижа. Это психиатр, известный русский психиатр, правда, забытый, здорово забытый. Мало кто сейчас из современных психиатров помнит это имя. Я лично очень уважаю Чижа Владимира Федоровича, великолепный психиатр. И прощаюсь с вами. Прощаюсь до следующих чтений, консультаций и стримов. Рекомендую слушать. Вот, вы понимаете, есть фотография. Вот, есть фотографические работы. Их много. И я уже разместил довольно приличное число фотографических работ. Тех или иных авторов, тех или иных исторических лиц. И так далее. Но вот работа, скажем так, профессора Чижа, чем она интересна? Чем она оригинальна? Она оригинальна вот чем. Что он не только, как фотограф, разбирает творчество, вот, скажем так, в этой работе Тургенева. То есть, его описание вот этих пяти работ, да? Но он дает еще и комментарии, вот, базирующиеся, основанные на его личных наблюдениях, на его личном опыте, как врача-психиатра. Вот чем ценны. Ценны его работы. Не просто, скажем, комментарии, анализ психопатологических типов, да? В произведениях автора. Ну и попутно, попутно он дает замечания, довольно меткие, довольно правильные. Вот, потому что это был практик. Это был, несмотря на то, что он и преподавал в университете, и читал лекции, и так далее. Он был практик. Вот, он ценен вот этими своими, значит, практическим опытом, который он сообщает, о котором он сообщает, значит, во время анализа, скажем так, вот, творчества Тургенева. Слушайте, очень интересно. Значит, все работы Тургенева, которые проанализированы профессором Чижом, вы можете в отдельности прослушать в одном плейлисте. Захотите, прочтете в одном плейлисте всю эту работу. Слушайте. На этом я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами. До следующего чтения, до следующих стримов, до следующих консультаций. Спасибо и до свидания.